Зареченка Юлия Кривцова воспитывает двоих детей одна. Сейчас она работает мастером по маникюру, однако получаемых средств недостаточно. Молодая женщина имеет статус малоимущей. Юлия твердо намерена повысить уровень доходов и открыть свое дело. Хочется все-таки для своих детей, во-первых, встать на ноги и в дальнейшем реализовать себя. Пошла учиться на маникюр, хочу в дальнейшем сделать открыточнее салон. Юлия собирается воплотить этот проект в жизнь с помощью социального контракта. Это мера государственной поддержки, задача которой дать человеку возможность реализовать свой потенциал и улучшить финансовое положение. Для каждого желающего заключить социальный контракт специалисты разрабатывают пошаговую инструкцию по выводу из малообеспеченности. В этой программе прописываются все шаги, которые мы совместно с данной семьей, либо одинокопроживающим гражданином будем осуществлять. Будет выводиться на городскую межведомственную комиссию, городской межведомственной комиссии. Каждая программа адаптации будет рассматриваться, приниматься решение, то есть либо оставлять ее в таком же виде, либо дополнить чем-то. Возможностями, которые дает социальный контракт, заинтересовался и председатель городской общественной организации, фонд ветеранов и инвалидов Афганистана Владимир Палей. Он планирует создать общество по оказанию транспортных услуг ветеранам-афганцам, которые находятся на инвалидности. Многим из них регулярно нужно посещать медицинские учреждения в Пензе. Сейчас афганское братство решает эти проблемы своими силами. Владимир Палей планирует привлечь к этой работе ветеранов-афганцев, которые оформят самозанятость. Таким образом, одни будут трудоустроенные, а другие получат необходимую помощь и поддержку по доступным ценам. Социальный контракт – это не только пошаговая инструкция по улучшению материального положения, но и финансовая поддержка от государства. На 2021 год Заречному выделено более 14 миллионов рублей. Это дает возможность заключить 151 социальный контракт. В городском департаменте социального развития уже работают с желающими воспользоваться этой мерой поддержки. На осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности 13 человек, по направлению поиска работы 17 человек и по направлению тяжелой жизненной ситуации 23 человека. Всем, кто решил повысить уровень своих доходов и избавиться от статуса малоимущего с помощью соцконтракта, следует обратиться в департамент социального развития. Это можно сделать по единому номеру 23 20 23.